Посмотрим рекламу и обсудим, почему руки Кремля в парижском восстании пока не нашли, но Россию уже обвиняют в том, что мы вообще о нем рассказываем. Я Ирана Зиналова, и это итоги недели. И вот тут о языке ультиматумов и о том, можно ли на них соглашаться. Не исключено, что в Париже сейчас происходит настоящая революция. Не исключено, что Макрон переживает не просто тяжелые времена, а находится ровно в той же ситуации, в которую попал Деголь ровно 50 лет назад, в 68-м. Когда на улицах точно так же строили баррикады, когда протестующие разнесли центр города и требовали отставки Деголя. И как тогда поводом стало простое закрытие синематеки, так и сейчас небольшое повышение цен на бензин. Тогда Деголь ушел в отставку. Сейчас министр внутренних дел Франции объявляет, радикалы пытаются свергнуть власть. Но, как и 50 лет назад, протестующие требуют лучшей жизни. И за ними не стоит ни лидер, ни партия. У них нет никакой политической повестки. Они поджигают город, потому что просто недовольны жизнью. Уже полиция ввела в Париж бронетехнику, поливает демонстрантов с лизоточивым газом, 1700 арестованных. И расколотое лицо статуи Марианны, символа страны уже называют символом раскола Франции. Да, Макрон очень хотел походить на Деголя, но вряд ли в том, как Деголя выгнали из Елисейского дворца. Да, Макрон обещал, что он произведет революцию, если станет президентом. Но он явно говорил о другой революции. Андрей Гордеев в Париже пытался понять, насколько то, что происходит сейчас, можно провернуть назад. Ведь желтые жилеты – это те самые французы, считающие Макрона президентом богатых, которые по классике готов объявить – нет хлеба, пусть едят пирожные. А это уже однажды стало поводом для французской революции. В субботний вечер в зимнем Париже. Бронетехника занимает Елисейские поля. Рождественские гирлянды тонут в облаках с насточивого газа. А это площадь республики. Полицейские задерживают то ли демонстрантов, то ли уже погромщиков. Тут не поймешь. Повсюду дым, крики, вой сирен. То и дело слышны взрывы. Это шумовые гранаты полетели в толпу. В полицию бросают камни. Та в ответ поливает людей с насточивым газом. Протестующих это раззадоривает еще больше. Тем более, что среди них есть те, кто только затем и пришел, чтобы бить и громить все вокруг. Стычки с полицией, которые начались на Елисейских полях, превратились в беспорядки и перекинулись на весь центр города. Вот результат. Остановлен и сожжен автомобиль, который перевозил рождественские елки. Свернешь в соседний переулок, там пожарные тушат чей-то автомобиль. А желтые жилеты набросились уже на следующую машину. Такого Франция не видела 50 лет. Так полыхала на парижских улицах в 68-м. Участник тех событий, режиссер Жером Диаман Берже, как и многие другие, впрочем, предостерегает от такого сравнения. В 68-м году все началось со студентов. Потом к нам присоединились профсоюзы. Что творится сегодня? Невозможно понять, кто там внутри. Есть левые, есть правые, есть ультраправые. Это опасно сравнивать. Запах революции не то, что слизоточивый газ. На многих действует отрезвляюще. Вот же известный политик, философ и опытный революционер. Он и в 68-м проявил себя в Париже, и даже в 2014-м в Киеве. Я покидаю вас полное восхищение вашим мужеством, хладнокровием, мудростью и умеренностью. Сегодняшнее мужество французов его отнюдь не вдохновляет. К тем, кто играет с огнем под названием «желтые жилеты», у меня только один вопрос. Вы поддерживаете институты республики, правоохранительные органы, демократически избранного президента. Все остальное – пустая болтовня. Президент Франции Эммануэль Макрон о протестах прошлых и нынешних не высказался ни разу. Его рейтинг тает на глазах, и разбираться с непопулярной темой отправлен премьер-министр. Для того, чтобы государство оставалось сильным и стабильным, оно должно быть прежде всего гарантом общественного порядка. И это необходимо для того, чтобы Франция управлялась. Никакие налоги не стоят того, чтобы подвергать риску единства нации. Кажется, вы просите разумных людей остаться дома в субботу, но они все равно будут на улицах. Идите и скажите нашему президентскому монарху, что разумные люди на перекрестках и на улицах, и они будут там оставаться, пока вы не сдадитесь или не уйдете. Осознав всю опасность ситуации, правительство на этой неделе пошло на уступки, но реакция явно запоздала, и ответ на нее протестующих – нам больше не нужны крошки, нам нужен багет. Верный признак того, что ничего не закончилось. Владельцы кафе, ресторанов, магазинов не стали менять разбитые во время прошлой акции стекла. Оконные проемы они закрывают деревянными щитами. Я во французской политике уже 30 лет и никогда такого не видел. И вот почему. Я знал разных президентов – Миттерана, Ширака, Саркози, Оланда. Саркози, например, ужасно раздражал народ. Но они говорили, он нас нервирует, но он делает свою работу. Оланда люди не уважали, но он был им симпатичен. В случае с Макроном очень сложно найти что-то хорошее. Он создал у людей впечатление, что он их презирает. И даже если президент вдруг подаст в отставку, многих не устроит и эта жертва. Среди демонстрантов популярны разговоры уже о новых президентах. Страна все больше ориентируется на богатых людей и все меньше обращает внимание на бедных. Защита рабочих уменьшается, законы перестают работать, все делается в пользу богатых. Именно поэтому мы и протестуем. Власти вроде бы готовы и разговаривать, и договариваться. Вопрос только с кем. Массовые протесты не контролирует ни одна политическая сила в стране. Как результат мы сейчас имеем атмосферу серьезного недовольства существующим порядком, который может перерасти в настоящее движение сопротивления. Измотанное противостоянием протестующими полиция, что ни с суббота, то погром, ведет себя все жестче. Жертвы пострадавшие и среди демонстрантов, и среди журналистов. Репортеры телеканала «Артси Франс» ранили у тримфальной арки прошлую субботу. Стычки между манифестантами и полицией привели к тому, что полицейские были крайне раздражены, и им пришлось применять травматическое оружие. Это прилетело сбоку и сзади. Это ранило меня в лицо. Это было что-то очень мощное. Траектория движения предмета, который меня ранил, примерно совпадало с линией огня, которую полиция вела по манифестантам. Теперь уже понятно. Столкновения митингующих не очень пугают. Они их ждут, к ним готовы, знают, как будет, и все равно приходят. Уже четвертую субботу подряд. И, похоже, нет шансов, что следующие выходные в Париже пройдут спокойно. Андрей Гордеев, Игорь Корчагин, Борис Фильчиков, Татьяна Кутихова и Екатерина Комиссарова. ДНТВ. Париж. Добрый день, добрый день. С вами я, сучка Кремля, и рада зимы Емолова. И это итоги уходящей недели, которая вот-вот закончится. И я в поддержку движения желтых жилетов сегодня оделся тоже в жилет. Единственное, что он у меня не желтый, а оранжевый. А это главнее желтого. Вот мой оранжевый жилет. Вот он. Да, будет у нас, конечно, в программе про Францию, безусловно. Но давайте-ка мы начнем все-таки с другого. С чего мы начнем? А мы начнем вот с чего. Так, нет, спасибо. Петербургский школьник создал профсоюз, чтобы изменить систему образования, которая просто отвратительна в нашей стране и губительна для подрастающего поколения. Если вспомним случай в Керченском ПТУ, губительна система нашего образования в прямом смысле этого слова. Итак, данная история началась с того, что петербургский школьник прочитал в интернете, в неподконтрольном Кремлю-даркнете, что оказывается школьникам России можно создать свой свободный профсоюз с целью отстаивания своих прав. Ключевое слово свободный профсоюз, то есть независимый как от родителей, так и от учителей. И школьник решил создать свой свободный и независимый профсоюз в своей школе. Учредительное собрание профсоюза школьник стал проводить на, как я понимаю, школьном же стадионе. Тут же, тут не написано, да, но скорее всего это на школьном стадионе. И это вызвало негативную реакцию учителей, мучителей, душителей свободы в российском государстве. Директор Залчин сказали этому школьнику, что учредительное собрание на школьном стадионе вашего профсоюза это якобы незаконная акция протеста. И что этот школьник будет не просто исключен из школы, а что будет арестован прокуратурой Выборгского района. Как пояснили интернет-изданию Бизнес.ФМ, администрация Выборгского района, в школе, где был создан профсоюз учеников уже есть школьная коллегия много лет. И школьнику, который создал свой независимый профсоюз, предлагали туда вступить. Но это наглая ложь. Понятно, да, если же школьник решил создать свою альтернативную коллегию, то официальная коллегия школьников либо не работала, либо, что скорее всего, работала фиктивно. То есть не отстаивала де-факто интересы своих учеников перед лицом директора и заучей. Та коллегия работала плохо. Вот и школьник решил создать альтернативный профсоюз учеников, который не стал заигрывать с начальством школы и жестоко потребовал соблюдений прав учеников. Школа номер 622 в Санкт-Петербурге. А конкретно не больше трех контрольных в день для каждого класса. Тут можно было подумать, ну и что, три контрольные в день, не сахарные, не растают, не перетрудятся. Но ученики школы номер 622 в Санкт-Петербурге пишут три контрольные каждый день. Каждый день. С понедельника по субботу. Это уже дурость самих учителей. То есть учителя школы такие, да они там, то есть учителя сами школы такие, да они там сами в интернете посмотрят материал и оценки отчетности в журнал надо выставлять. То есть в школе номер 622, то есть учителя школы не учат детей, а лишь занимаются простой тупорылой отчетностью, где главное поставить оценку в электронный дневник, а понял ли ученик материал или не понял, им без разницы. То есть в школе номер 622 не изучают материал как положено, минимум 5 часов урока на материал. А большое ваше внимание, 5 часов урока это не контрольное, это именно изучение материала. Вместо изучения материала в школе номер 622 тупорылая бесконтрольная бесконечная отчетность в виде контрольных и самостоятельных. То есть учеников меньше времени на изучение самого материала, но больше времени на вот эти вот тесты, ну сочинения еще ладно, контрольные самостоятельные работы. Вот в чем прокол руководящего состава данной школы. А не в том, что три контрольные людей, плохое изучение предметов в школе, вот прокол в чем. Лишь через тесты и контрольные в системе российского образования изучается материал. Ну где-то понятно повезло с учителями, где-то может нет, но в целом вот такая вот средняя температура по больнице. Членов альтернативного профсоюза в школе номер 622 также возмущает хождение в школьной форме. Но честно говоря, я когда учился в школе, такая же была байда. Вот такая же была байда. Я уверен, и вы там, это когда еще в Советском Союзе учились, тоже уже в старших классах не носили форму. И с вас жестко спрашивали ученики. Ну это, знаете как, ну многое что сказали про школьную форму. Она там сейчас и некачественная, она там и вызывает аллергии у детей. Но это что называется, я понял, что это было есть и всегда. Да, что вот эти вот заучьи-маразматики будут там стоять на входе в школе и докапываться на девочек, ага, юбка-то у тебя короче, чем положено. А до мальчиков будут докапываться, ага, галстук или что там, если взять какую-нибудь там военную, какую-нибудь школу. Или что там, у тебя фуражки нет. Эх, это уже проблема про школьную форму набила оскорину. Но если вдуматься, так и есть. Детей загоняют в пресловутое правовое рабство. Проблемы уже застаиваются, да. Со слов администрации района, где находится данная школа, номер 622, местные жители знают где это, предлагали школьнику, который организовал альтернативный профсоюз вступить в официальный профсоюз, который как раз не отстаивает интерес своих учеников, а который сдает своих же членов, членов официального профсоюза прокуратуре района нормально вообще. Но и это, по сути, наглая ложь. Никто не предлагал ученику школы номер 622 вступить в официальный профсоюз. Наоборот, ему сказали, что вступление в официальный профсоюз для тебя закрыто, закрыто, запрещено. Не смей развивать гражданское общество в России, ну не совсем с пеленок, но почти с пеленок. Все должны ходить в строя. А, между прочим, в развитии гражданского общества, я считаю, должны участие школьники принимать. Единственное, что не с пятого, конечно, класса, с десятого, да. Ты не попадаешь под регламент школы, и ты, цитата, не подконтрольный нам, то есть школе. Ну то есть опять 25. Выкинули молодого перспективного ученика, который создал свою организацию. Да, возникал бы вопрос, а что будет с этой организацией после того, как он закончит школу, поступит в институт, там, ну и получит диплом. Но, а если это потом все вылится в одну из самых крупных политических партий в стране? Мы же этого не знаем, и душить свободу на корню, это просто, и еще грозится прокуратурой за то, что школьник не стал там отсиживаться где-то что-то в интернете, где-то за гаражами, а создал, как сказать-то, объединение, вот не тупую тусовку в школе одноклассников, а реально объединение, и это называется душение гражданской активности спиненок. В этом плане учителя еще хуже Путина, когда он там запретил в свое время депутатам-однокникам избираться в Госдуму, а потом им разрешил, чтобы Единая Россия набрала большинство. В этом плане, конечно, учителя сейчас, конечно, да, это просто вообще жесть, это просто жесть. Да, и есть, есть хорошие, я не спорю, что есть хорошие учителя, но есть душители свободы, есть те учителя, которые грозят детям, что Сталина на вас нет. Не понимаю, что он 37 миллионов человек уничтожил, прямо или косвенно, прямо или косвенно. То данный школьник, который создал альтернативный профсоюз, как завещал, Ленин пошел другим путем, его из всех провластных, ну, назовем так условно, профсоюзов там, школы, администрации выкинули нахер, сказали, пошел нахер. Ну, ему куда деваться, он не хочет колоться, он не хочет спиваться в России, он хочет отстаивать свои права и права своих одноклассников. И он создал альтернативный профсоюз, а ему, коллега, это прокуратурой. Ну, давайте, что у нас там, какой-то там, не знаю, профсоюз, не знаю, то что там, какому-нибудь, я не знаю, школьному объединению, которое помогает детям, которые не успевают, тоже давайте запретим. А что, они занимаются пропагандой знаний, да, стране нужны тупые, бездарные, никчемные люди, которые еще не могут, как сказать, соврать, как это, ну, в общем, как будто стране не нужны новые лидеры. Нужны, конечно, конечно, грипп, страшная вещь, страшная. Ну, и так вот, данный школьник не хочет ходить одним строем в единой форме и писать три контрольные в день. Любую альтернативу, любое другое, любое особое мнение сознательно и осознанно вышибается в России, причем не партией власти, а Путином, а, как я уже сказал, учителями и директорами школ. Почему я согласен с тем, что собрание на стадионе, на стадионе вокруг школы номер 622, это был митинг протеста, да, безусловно так. Но надо же внивнуть то, что беспокоит подчиненных директора школы, а ученики это де-факто подчиненные директоры школы, они грозятся им прокуратурой и судом. А у нас подавляют, подавляют инокомыслия, этим занимается не Единая Россия, пидоростей, не Путин-хуютин, а учителя-мучителя. Да, вот так вот. И школа номер 622 это не исключение. Почему у вас, у меня возникает вопрос к директору школы, почему у них три контрольные в день каждый день, почему нет изучения нового материала, а есть, ну как сказать, тупые формы отчетности, назовем это так. Хотя проверять знания учеников надо, но не по три контрольные каждый день. Нет, одно дело там пройти материал, две недели, три недели, и потом устроить контрольные. И это понятно, тут я не спорю. Но каждый день, а это тупоры на форму отчетности. И все. Так, я думаю, что человеку, который грозится прокуратурой в адрес своих учеников, есть что скрывать. А директору школы номер 622, я уверен, есть что скрывать, иначе она бы не грозилась прокуратурой. А это самая директриса школы, Любовь Николаевна Новицкая. Отдельно хочется поболтать с родителями ученика. Создателя альтернативного профсоюза, который не поддерживает взглядов своего сына. Это большая трагедия, когда родители не поддерживают взгляды и интересы своих учеников. Не думайте, что какие-то репрессии в виде ремня по жопе помогут. Либо вы из него сделаете достойного члена ЦК КПРФ, так как он увлекался трудами Ленина и Чернышевского. Либо он замкнется в себе и станет маньяком-насильником. Да, и вас же изнасилует. Или вовсе терроризмом. Ленин и Чернышевский, я вам скажу, это достойный выбор для сегодняшнего поколения. Это тебе не какие-то там наркалыги. Это далеко не самые отвратительные люди были в истории. Ну а Ленин так вообще. Он действительно там, когда государство развалилось, империя крала... Все, он создал государство. И если бы не Сталин кровавый палач, возможно, даже у нас бы и не было столько жертв во Вторую мировую. Ну, потому что, понятно, потому что Сталин не верил своим разведчикам, считал их идиотами. Ну и к чему это привело бы, все прекрасно знаем. Гитлер под Москвой. Так вот, вернемся же к данному ученику. Ленин и Чернышевский это весьма и весьма достойный выбор. А вы не поддерживаете его взгляды. Здесь, так что... Так, сознательно, да. Родители сейчас похуже любого пуча. И учли, они запрещают своим детям ходить на рэп-концерты, идти на митинги и т.д. Но дети вырастут, я вам должен сказать. Или рано или поздно скажут, а зачем нам нужна такая Россия, где нам отцы все запрещали. Да, конфликт отцов и детей, он, конечно, вечен. Но так, но сейчас это, как сказать, доля концентрации протеста между... Ну, я понимаю, что каждая семья там по-своему. Кто-то поддерживает, кто-то нет. Но когда получается, что ученик увлекается марсистскими взглядами, а родители поддерживают Единую Россию, педрастию, которая гробит свой народ, которая повышает пенсионный возраст, потому что, извините, я на стороне ученика. Не на стороне этих идиотов-родителей. Я понимаю, что есть родители-коммунисты, есть там те, кто не согласен против пенсионной реформы. Но я пока на стороне этой истории, когда он в школе номер 622, на стороне ученика. Ну и Российская Федерация. Из-за ваших тупорылых запретов учителей и родителей мудаков, можно повторить Путин в СССР в 1991 году, и тогда вы познете, что познали ваши родители, то есть бабушки современных учителей в 1991 году, если дальше будет всегда бить своих чад. А в целом по ситуации хотелось бы сказать вот что. Если там на Западе учат отстаивать свои права, да, то в России учат замалчивать о преступлениях, а тех, кто решил, чтобы есть Запад, уводят прямо в детского садика на Лубянку, ну или как в Петербурге в прокуратуру. И вот эта самая государственная Российская Федерация будет плохо жить, и обращена рано или поздно на развал, потому что душат свободу в младенчестве. Виноваты в родителе, ну, не все, конечно, конечно, не все родители виноваты, но виноваты те родители, которые считают, что своим ребёнком не надо заниматься, которые считают, что лучше там будет, если бы бить ремнёк по жопе, меня родители тоже били ремнёк по жопе, ни к чему хорошему это не провело, мать и отец поддерживают Единую Россию, а я, ну, не то что уж коммунист, но явно ядро не поддерживаю. И считаю, что правительство надо ставить к стенке. Однозначно я не поклонник Смертой Кази, но правительство наше должно стоять у стеночки. Дальше. Что-то слишком много, да, на школу у нас уделилось время. Ну, что волнует, то волнует. Так, 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 ага. Ветеран вернул Медведеву... Да, ветеран вернул Медведеву надбавку в 683 рубля. Пенсионер, ветеран труда, достойный человек, а не мудак из правительства, пошёл в Багаданский социальный центр, где написал заявление, просьбу перечислить его ежемесячную надбавку в размере 683 рубля, и, что важно, в условиях современных цен и 66 копеек, которые ему положено по закону, просит перечислить Дмитрию Анатольевичу Медведеву. То есть вернуть обратно. Вот что сказал ветеран, весьма уважаемый человек. Прибавка в размере 683 рубля унижает моё человеческое достоинство. Прошу перечислить эти унизительные гроши Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Надеюсь, эти деньги помогут ему в его нелёгкой борьбе с пенсионерами и прочими человеческим материалом в России, которое правительство называет своими гражданами. В региональном правительстве Багадана озабочены заявления ветерана труда и пытаются понять, как успокоить, урезонить пенсионера. Я горжусь теми людьми, которые ещё не продались Кремлю и правительству, а окончательно такими, как Владимир Попов. Это и есть тот пенсионер, который свою надбавку в 683 рубля выслал обратно Педведеву, который плюнул в рожу этой бюрократической машины. Ох, как верно, пенсионер заметил, что они там в правительстве считают нас граждан человеческим материалом, отбросами общества, от которого можно смело вытирать ноги. Мы фактически коврик. Коврик для правительства. А особенно мы, я так говорю, мы в том-то и дело, что в первую очередь коврик для подстилки, это не мы, не я, не вы, уважаемые зрители, а не просто пенсионеры, а ветераны труда, это просто блядство. Это в правительстве бляди, Сулуанов, сука, Медведев, я извиняюсь за матку, это просто Беденский такой долбай, долбай. Вернёмся к истории. В Белом доме принята программа по борьбе с народом. Ну, в Белом доме, понятно, не в США, а у нас в Москве. Это называется бюджет на 2019 год. Только вот что печально. Премьер, министр Медведев, это всего лишь исполнитель казни народа. Все решения по обнищанию народа принимаются в Кремле. Просто почувствуйте разницу. При Путине запрещают рэперов иностранные фильмы, которые не понравились царю и этому убожеству Медимскому. Подручная Путина депутат Мизулина диктует отбросом общества, то есть, по её мнению нашим гражданам, какие трусы им носить. вводятся новые налоги для дальноборщиков, мусорный налог на граждан. Скоро введут налог на мобильные телефоны на пользование. Да, будет, будет. Об этом я надеюсь, мы ещё поговорим как-нибудь. И платные дороги, у которых нет альтернативы. А тем временем, вот это всё у нас, тем временем в соседней Белоруссии, в соседнем государстве с Россией, пытаются хоть как-то снизить цены на газ для своих граждан. Лукашенко официально разрешил посетить зону отчуждения на своей территории для сталкеров. Тем самым Лукашенко говорит своим гражданам, уважаемые граждане белорусы, исследуйте свою территорию, бродите по тем местам, где жили ваши предки, вживую, смотрите, какая ужасная тагедия была в 1986 году, что она перекинулась на часть нашей семьи. Что говорит Путин хуютин, мудошлёпок кремлёвский, вы, граждане России, скоро все сдохнете, да, а те, кто сдохнут, те попадут в рай. Причём не обязательно, как вы понимаете, да, и плевать ему на тех, кто просто хочет жить, хочет наслаждаться природой России, просто воздухом, ему на это плевать, он хочет, чтобы мы все сдохли за его, за эту гбшную мразь, я не хочу, чтобы вы сдохли за эту гбшную мразь, хочет, да, мы хотим просто жить, а не воевать в Сирии и с Украиной за интересы вовсе не России, а за Ковальчуков с Ротенбергами, пенсионер, уважаемый человек, прав, наша власть такими надбавками сознательно и целенаправленно унижает наш народ, и я убежден, что когда не мы сдохнем, а Путин сдохнет, жизнь в России наладится, а этого самого пенсионера, который посмел вякнуть, отправили, скорее всего, в престарелый дом, чтобы сильно не вякал там, так следует понимать и толковать фразу власти Магадана, что они обеспокоены этим буйным пенсионером, ветераном труда, который в отличие от Кремля знает, что такое слово честь и слово достоинство, и который он и честь и достоинство свое явно не потерял. Я гожу, что у нас еще есть такие люди. Вот кто то так, вот кто по мнению пенсионера, ну кроме Медведева и Путина унижает честь и достоинство ветеранов труда и пенсионеров. Это мэр Магадана Гришкин Юрий Федорович и губернатор Магаданского края Носов Сергей Константинович. Пусть извинятся перед ветераном труда, пусть ему повысят пенсии, я понимаю, что в бюджете надбавку пусть повысит, я понимаю, что в бюджете не особо много денег, но хотя бы на тысячу рублей, а не на жалкие 683 рубля и 66 копеек, чтобы просто без этих 66 копеек ему не прожить. Чтобы вы понимали, мое беспокойство, проведу цены в Магадане. Итак, за помидоры в Магадане надо дать 700 рублей, за огурцы 600 рублей, а надбавка на измельченное 683 рубля. То есть, это одна банка огурцов. Но добавку дается не каждый день, не каждую неделю, а раз в месяц. Но после такого мне еще раз мэру Магадана, Гришину Юрию Федоровичу и губернатору Магаданского края, Носову Сергею Константиновичу просто охота набить морду за этого ветерана. Да. Идем дальше. И вот отчасти ответ, почему французы живут лучше, чем мы. Вот поэтому живут, потому что им вместо положенных, ну сколько, сколько, надбавки, ну в перешуте на наши деньги 5000 рублей, ну может чуть меньше, ладно, хорошо, пусть будет 2000 рублей, власть сдает 683 рубля, и французы выходят на акции протеста. У нас ветеран, конечно, молодец, но все-таки он в силу, понятно, возраста, но все-таки сидит дома. Надо выходить на улицу, причем не на простую улицу, а на улицу, прилегающую к зданиям правительства субъектов федерации по всей стране. Тогда будет то, и французы учат этому в том числе. Дальше. Центробанк, Центробанк России начал готовить банки России к отключению от визы и мастер-карда. Он разослал письма счастья в кавычках малым банкам с просьбой найти запасного партнера, который мог бы обслуживать данные банковских карт. Это делается в связи с возможностью введением новых санкций со стороны США. Ну, вы знаете, да, за атаку ассалитов сирийской оппозиции хлором, за захват украинских кораблей в Керксском проливе и так далее. Кстати говоря, выяснилось, выяснилось, что эти корабли, ну да, они нарушили границу России, я не спорю, но они потом уходили, то есть они уходили в свои порты. Но вместо того, чтобы отпустить, ну так как они уже ушли в нитальные воды, ФСБшники их не просто задержали, а начали вести по ним огонь. И Россия должна быть за это наказана. Ну и так вот, вернемся к Центробанку. Письма с рекомендациями были разошланы в РНК оплатежный центр, Уралсиб, Банк ВТБ, Росбанк, Промсвазбанк, хотя их мелкими, безусловно, не назовешь. Забавно, что новые санкции не вели, но российский Центробанк уже паникует и шлет письмецу друг к другу банкерам, то все, капец, кают, Алис, крышка, кранты, да и тупо экономика России. На санкции еще не введены. Они ведут. Американцы подбросят всем этим тварям, которые за Единую Россию голосовали. Подарочек под елочку. Вот вам блядя тупые, которые за Путина, за Единую Россию голосовали. Мрази. Так, да, давайте, да, без оскорблений, что касается данной темы. О чем говорят финансисты и банки, и банкиры, в отличие от Путина, грамотно, а, финансисты и банкиры, в отличие от Путина, грамотно взвешивают все риски, все авантюры наши и власти и понимают, что ответка от Запада, ух, как прилетит и ударит в больное место России, в жопу России, то есть в российскую экономику. Самое интересное, что американские стратеги постоянно и никого, и они это не скрывают, ищут самое больное место в российском государстве и рано или поздно, в целом, и в экономике в частности, и рано или поздно самое больное место, самое незащищенное место Ахиллесову Пету российского государства они найдут, они найдут. И что будет делать Россия? Большой вопрос. Но я думаю, что возможно будет новый президент, но это будет прям фантастический сценарий, конечно же. Наверное, будет большая кровь просто. Так вот, значит, и вот эти вот банкиры, они взвешивают вот, что Путин предпринял и что будет предпринимать в дальнейшем и грамотно делают прогноз, банкиры Центробанка, да, что ага, все пиздец нам, все нам пиздец, и шлют письмецо подчиненные банки, что ребят нам пиздец. Все, давайте-ка мы это самое, ну готовьтесь, готовьтесь, ребят, все пиздец. Так вот, но это, но это давление опять-таки рано или поздно. А, да, тут важное уточнение, что менеджмент мастер-карта, карда и визы пока не пытаются на давление конгрессменов и сенаторов США. Они за ведение бизнеса с России. Более того, и мастер-карт, и визы можно расплатиться сейчас в крыму это вообще не слухано, конечно, да, но рано или поздно сенат США добьет топ-менеджера визы и мастер-карты и они уйдут с российского рынка или заблокируют все карточки. Так что это очень все серьезно, готовьтесь, готовьтесь со следующего года россияне. Так, потому что почему идут визы с мастер-картом, потому что им не будет охота отвечать на вопросы следаков ФБР о том, какой именно бизнес они вели с Россией и кем. Вот, как, например, сейчас отвечают на эти вопросы ФБРовцев задержанная в Канаде топ-менеджер Huawei, китайского медиагиганта. топ-менеджеру визы и мастер-кар неохота будет отвечать на удобные вопросы следователей, и поэтому рано или поздно их дожмут. Так, что у нас так? А тут еще и Трамп, что называется под колпаком Нюллера, спецпрокурора. Это же будет прямая аналогия. Ага, визы с мастером картам берут деньги и сотрудничают с токсичным активом Владимиром Путином и через их систему Трамп получает зарплату за свой РК. Поэтому даже нашему Штерлицу в Вашингтоне не нужно, чтобы мастер-карт с визой работали в России, дабы отвести от себя всяческих подозрений. Я в общем думаю, что через визу и мастер-карт безусловно деньги уходят Трампа. Уходят на счета Трампа и его семье. И поэтому пока визу и мастер-карт не уходят с российского рынка. Но в любой момент расклады в Конгрессе по этому вопросу Трампа выдвигатель его впечатлен или нет могут измениться. И Трамп в таком что ли не то что в подвешенном состоянии находится, а в таком что завтра может быть ему расстрел. Так что это все очень серьезно конечно же. Я понимаю на что надеется Центробанк, что вот система мир, которую разработали поможет банкам в случае чего. Но она не так развита пока. Это все равно что против Мухаммеда Али выставлять 16-летнего ребенка на бой. И второй неприятный бонус система мир не ходит пока за рубежом. Это означает, что когда под давлением Сената США и палаты представителей виза с мастерным картам уйдут, если у вас крупные налички в виде долларов и евро за рубежом не окажется, то вы капитально попали, дорогие россияне, с чем я вас и поздравляю. Но это еще далеко не все. Система мир не была испытана в условиях форс-пажора и возможного отказа отключения России от системы свифта и частичные отказы работы банкоматов. В этих условиях, условиях, скажем так, максимально приближенных к боевым система мир не была испытана и как она себя поведет остается лишь гадать. Таким образом, если Россию отключат систему свифта, если значит виза с мастер-картом под давлением сената или они так сами решат, уйдут с российского рынка, ух, как все будет жестко, жестко, жестко будет у вас. так, так вот, значит, ну, про крым я тут сказал, да, эх, элька Эльвира Набиулина, лучше бы не писульками ты занималась в другие банки, а делом развивала бы российскую экономику, а так пока у меня у самого зарплата на одну из этих карточек начисляется. И у моих этих самых родственников, и у моих знакомых у нас пока в моем кругу ни у кого карточки системы МИР нет. Она обходится вот введение карты МИР чуть ли там не в 16 миллионов рублей, и она еще не тестирована. А, ну да, 3-6 месяцев ей потребуется, чтобы просто хотя бы заработать. Я не беру сейчас, когда она уже работает. Имеется ввиду, когда она работает, когда нет альтернативы ей. Вот ей понадобится 3-6 месяцев, чтобы нормально работать. Будут сбои, безусловно, но это у всех так бывает поначалу. что-то еще. А вы будете думать, поддерживают ли какие-то еще кровавые авантюры Кремля или нет. И, кстати говоря, в подтверждении этого пришла статистика, видел я статистику, что россияне хранят деньги под матрасом. То есть, вновь начинают хранить деньги под матрасом. это несмотря на то, что банковские карточки в России довольно-таки развиты. Но это о чем говорят? Россияне жопой чуют, что хана им. Ну, не им, а понятно, финансовой системе. Хух, все, идем дальше. Лентач, лентач. Умерла Людмила Алексеева. Печальная новость к нам пришла. Умерла Людмила Алексеева в 92-м году жизни. Это была одна из легенд правозащитной деятельности в России. Человек весьма авторитетный и для обычных граждан, и для власти. Если кто-то и приносил пользу российскому государству, то это безусловно она. По сути, Людмила Алексеева это единственный либерал и оппозиционер, к чему мнению прислушивался, к сожалению, сам Владимир Путин. За что можно уважать Людмилу Алексееву? За позицию по жизни, да, за принципиальность, да, но самое глубокое к ней уважение было не за то, что она стоит, стояла на своем до конца. Она не просто помогала людям, это был единственный человек, который не было о власти, который мог спасти невинного человека от репрессий путинской машины от СИЗО и в СИН. Она могла вытащить человека из тюрьмы, не дать ему там загнуться. Это была ангел в чистом виде, правозащитница с небес, дарована этой гнилой системой и гнилым людям в Российской Федерации, которую систему поддерживает. Она всегда была с народом на байкадах и отстаивала людей, которые терпели пытки в СИН. Этого нового ГУЛАГа перед самым главным тираном и деспотом Путиным. Даже на свои дни рождения Людмила Алексеевна первым днем делом не бухала, не отмечала, не жрала торт или что-то еще, а звонила в администрацию президента или сам к ней приходил президент и требовала освободить очередного политзаключенного. Да к тому же в молодости она была просто красавица, секс-символ российского права. Если помните, было такое движение в России как 31 число. 31 число каждого месяца люди выходили на улице и требовали от властей соблюдения 31 статьи Конституции России право на свободу собраний. Где это движение сейчас, а? Просрали, просрали, просрали свободу слова и собраний в России. Вот Людмила Алексеевна ходила на эти акции каждый раз и было в этом возрасте уже трудно ходить за когда за хлебом но тем не менее она ходила не жрать как делают многие пенсионеры сейчас зомбированные российской пропагандой она выходила на площадь на митинги она до последней минуты своей жизни была с народом она шла туда в преклонном возрасте где небезопасно и горячо и вот за это ее надо уважать было и сейчас за это и надо строить памятки в России за то что желание помочь людям у нее было выше чем желание пожрать дешевую гречку как у простых людей тем людям которые пишут про нее гадости и считают ее врагом русского народа стоит напомнить что Людмила Алексеевна рассылала письма послам США и Британии с требованием остановить войну в Ираке и перейти к переговорам она была ангелом именно за то что не хотела войны в любых ее формах и видах но вы знаете есть соль земли русской а есть просто отвратительные люди мерзость земли русской вот это самые мерзости земли русской как раз и пишут всякие гадости про смерть Людмилу Алексееву в духе тем что одним врагом стало меньше это вот представила бабулька это она враг народа нет многих она спасла безусловно что вот что пишут в своих прокременовских аккаунтах фейсбуках твиттеров некто Евгений в твиттере ее обязательно примут в ад ей души где ее будут терзать бесы деревенский пастух и Андрей Левицкий на сайте РИА новости вот что пишут про Людмилу Алексееву очень хорошая новость что нас дохла рады мы это слушать про ее смерть наконец одним врагом меньше если у вас люди которые просят предпрезидентов за людей в СИЗО и в колониях в СИН сидят по политическим статьям так или иначе считаются врагами народа то у вас не то что не все дома вы и есть представители со слов некоторых либералов плохого российского народа я с вами не хочу жить в одном государстве я хочу жить ваши паспорта катитесь нахер из моего государства вы деревенские пустухи и Андрей Левицкий с ее новости благодаря вам плохо живется русскому народу сейчас безусловно благодаря таким людям как вы люди гниют в тюрьме чуть не сказал тоннами много людей гниют в тюрьме а Людмила Алексеевна их вытаскивала вытаскивала из-за рабства Путина но вот вы ее не стало мои глубочайшие соболезания родным и близким был очень достойный человек реально все ее уважали пусть вас не смущает эти дебильные комментарии на сайте Рио новости была очень и очень достойным человеком и гражданином нашего государства секундочка молчания ну я я не могу просто минуту позволить понимаете да хронометраж жесткая вещь они все скажут за вас Volkswagen Touareg не нужен нам Volkswagen Touareg Мак сам к самой горячей теме мы приступаем ну как всегда на сладкое Макрон президент Франции вел чрезвычайное положение после протестов желтых жилетов ну что сказать Франция на пологе новой революции массовые акции протестов во Франции продолжаются с ноября месяца и собрали более 125 тысяч человек 4000 человек было задержано жандармами из-за столкновения снизился экономический рост страны в этой связи президент Франции Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение в сцене причем было было видено причем на многочисленных теле и камер видеоблогеров было видно что протестующих так достала власть что они даже готовы были крушить святыни Франции такие как музеи около Триумфальной Арки и Стародай Фильмой Пашни давайте разберемся почему французов не устраивает Макрон первое очевидное причина это то что Макрон стал президентом Франции не благодаря своим заслугам своим человеческим качествам а в первую очередь потому что францы французы любыми способами и методами хотя не такими как сейчас но все таки не хотели не желали и даже сама мысль о том что с их слов да и на самом деле фашист Каля Пен может стать президентом и с другу зол пришлось выбрать меньше ну а фашистка потому что она выступает чтобы всех мигрантов выслать из Франции и оставить только Францию для французов и она еще к тому же берет деньги у токсичного актива Владимира Владимировича Путина ну не нужна ну то есть Макрон из двух зол меньше зло чем Марин Липен но это вовсе не означает то что Макрона реально все поддерживают вот так вот получилось вот и выбрали этого банкира Макрона французу думали ага сейчас он против Путина так еще против Меркель так еще против Трампа вот сделает француз вдольфи великой но уже без союза с токсичной Россией но время шло и Макрон пригласил Путина в Версаль был в Санкт-Петербурге на форме высказывался за создание европейской армии отдельно от НАТО французам это явно не понравилось большинство французов настроены против России а иначе президент Франции была бы Ля Пен а не Макрон да-да фашистская Ля Пен ровно потому фашистская что хочет закрыть Францию для всех мигрантов что у нас еще если бы каждый француз не знал что она работала на деньги Кремля то независимо что она фашистская была бы президентом удивительно но только этот факт ей не позволил въехать в Елисейский дворец и позволил это сделать Макрону который пришел к власти на антирусских заявлениях на заявлениях что будет бороться с Путиным но реал политик есть реал политик и на обещания Макрон начал и наплевал на обещания Макрон начал брататься с Путиным и с его агентом в Вашингтоне Трампом французы такие Макрон да ты сдаешь Францию тем и другим и Россия и США вот и люди вышли на площадь а вовсе не из-за бензина и керосина они голосовали за одного лидера а получили человека который оказался хуже Марин Лепен парадокс ситуации состоит еще и в том что Кремль поддерживал антиправительственные выступления в Париже да поддерживал потому что вот эти самые желтые жилеты первым делом ни с того ни с сего начали громить украинский информационный центр это украинский информационный центр от рук желтых жилетов пострадал первее всех это все равно где люди ну где люди выражают недоверие пролоссийскому на счет президенту Франции Кремль это спонтирует и в этом стоит парадокс это все равно что веган будет кормить волка отборным мясом но так оно и есть вспомним как Марина Лепен была в Москве уже после второго тура выборов уже после того как она проиграла в декабре 2017 года и Кремль выделил и она это не скрывала примерно 1-2 миллиона евро на свое политическое деятельство Франции я тогда подумал ну мало ли Кремль поддерживает своих сторонников везде рублем и евро но сейчас почти через год после трансов понятно что деньги выделенные Лепен пошли на протест на финансирование акции на эти самые желтые жилеты только вот единственное что ну убела Кремль как бы протестующих против Макрона и против союза Макрона с Путиным ну такое такое двинительное отношение используют то есть убела во Франции сейчас Кремль использует своих противников так в России вели обратите внимание что незадолго до акций желтых жилетов в России вели в ПДД правило что автолюбитель и пешеход должны доделать эти самые желтые жилеты в темное время суток так еще и за годом ясное дело что этих жилетов в России и большинство чем нужно и наши люди не сильно это соблюдают эти правила ПДД не носят не покупают жилет когда авария и поэтому эти невостребованные жилеты которые отказались некоторые россияне покупать ушли куда по дешевке правильно во Францию и их использовали уже абсолютно для других целей ну и возмущает французов то что Макрон хочет создать единую армию да еще и с кем с немцами с которыми французы очень много воевали да и видите вы на так еще значит единая армия ее же надо создавать с нуля ее же надо кормить а это больше любого членского вздоса в дату и тогда социальные посуды а войны расходят как в России как в России будут жить в бараках французов при создании единой армии которая не зависит от США ну и конечно же цена на топливо там ужас так еще хочет Франция в основном ездит до дизеля но Макрон не развивает другие альтернативные источники и дэрки я имею ввиду витры дыбельницы и т.д. и т.п. ну и что у нас там это самое вот когда водились да это урок для нашего общества все равно даже если французы которые вышли погромить на наши деньги на деньги налогоплательщиков но фактически вышли против нас потому что у Макрона с Путиным хорошее отношение и нужен этим людям человек который будет активно враждовать с Россией но все равно надо у французского общества учиться как отстаивать свои права и поэтому я в желтых жилетах призываю вас всех осуществить право на восстание в России выйти на улицу и показать пахану где мать родна а где простите клозет итак пойду на митинг пока ну выключаю выключаю до встречи думаю на следующей неделе что-то будет Киселев слишком много тем накопилось но посмотрим как будет развиваться ситуация в России и в мире в принципе еще есть у нас минутки две я так посмотрел по таймлайму я на час 05 сделаю ну чтобы видео было час 05 скажу вот что ужасные пробки в моем городе просто это вообще ужас это просто а удаст парк сносит который еще построили в советской власти люди бунтуют а власть объясняет ну в моем городе где я живу а власть объясняет что так и надо делать надо так чтобы предпринимателям хорошо жилось а что там дышалось вам это будет плохо если парк вырубить то это начкать и кстати говоря у нас парк который хотят вырубить власть находится около тез то есть если этот парк как-то снесут на его место построят дома то выйдет что выйдет дышать и сейчас там дышать трудно в том районе в котором хотят снести парк а когда выкручивают деревья вообще будет ужас делайте выводы советская власть строила парки российская власть в лице единой России и Путина застраивают территорию которую коммунисты делали для отдыха россиян вот теперь действительно все значит оно оно власть и это под